Веганские блюда Веганство — веганство. Веганы отказываются от всех продуктов животного происхождения, которых при более детальном рассмотрении оказывается очень и очень много. Отто Шульц работает налоговым консультантом. Сейчас он тренируется в фитнес-клубе. Фелисия Майер и Эндро учатся на юриста и как раз готовятся к последнему экзамену. Эти двое молодых людей когда-то приняли важное решение в своей жизни. Я уже два года не пользуюсь продуктами животного происхождения. Это касается еды, косметики и одежды. Я веган и отказался не только от мяса и рыбы, но и от молока, яиц, сыра, кожи и остальных продуктов животного происхождения. Отто, внука мясника, к переходу на веганство подтолкнул фильм. Он заботится о своей физической форме и регулярно ходит на тренировки. Отказ от продуктов животного происхождения дается ему без труда. Наоборот, теперь он чувствует себя гораздо бодрее. В детстве я о таких вещах не думал. Скорее наоборот. Но когда я видел, как увозил на убой корову, у меня возникало нехорошее чувство. Спустя много лет я стал задумываться об этом и в конце концов понял, что забой скота занятие абсолютно бесполезно. Потому что во всех этих продуктах нет никакой необходимости. Так считают многие люди, особенно молодежь, в том числе и Фелисия. После просмотра видеороликов о забои скота и животноводстве, она стала сначала вегетарианкой, а потом веганкой. Моя свобода заканчивается там, где начинаются права других. Под другими я также имею в виду и животных. Вопрос не в том, можно ли льву убить газель. Вопрос в том, можно ли систематически ущемлять права других живых существ ради собственной роскоши. То, как мы питаемся, это роскошь. Мы можем получить любой вид мяса. Морозилки всегда набиты битком. К питанию это уже никакого отношения не имеет. Фелисия ведет блог «Берлин и квиганы дир», где она рассказывает о веганском образе жизни и соответствующем питании. И объясняет, почему ради яиц и молока животные тоже страдают. При производстве яиц умирает не меньше животных. Цыплят мужского пола режут или убивают в газовой камере, потому что они никому не нужны. А что касается молока, корова дает молоко только тогда, когда беременна. Следовательно, чтобы получить от нее молоко, ее заставляют постоянно беременеть. А телят надо куда-то девать, поэтому из них делают отбивную, колбасу или что-нибудь в этом роде. Это значит, что при производстве яиц и молока животных действительно убивают. Ее цель – продвинуть веганство в массы, а пока что ей постоянно приходится оправдываться за свои взгляды. Я просто обычная девушка, учусь на юриста, встречаюсь с друзьями, пью коктейли, отдыхаю и слушаю музыку. И питаюсь я отлично. Фелисия хочет, чтобы вкусная веганская еда была и в меню обычных ресторанов. Она любит посещать подобные места и сама работает в гастрономии. Первый ее успех на этом поприще – французский ресторан «Джюль Верн» в Шарлоттенбурге. Благодаря Фелисии там дважды в неделю готовят веганские обеды. Хасан – владелец ресторана «Хороший знакомый Фелисии». Она долгое время на него работала, и сегодня они договорились вместе пообедать. Они едят ризотто из артишоков – полностью веганское блюдо, в котором нет ни мяса, ни сыра, ни яиц. Хасан заметил, что любители мяса тоже приветствуют новую идею. Наши завсегдаты были очень рады. После такой еды они полны сил и могут работать дальше. У них нет ощущения тяжести в желудке, и усталости они таким образом тоже не чувствуют. Фелисии хочется, чтобы не веганы тоже убедились в прекрасном вкусе веганской еды. Когда я стала веганкой, то задала себе вопрос, смогу ли я дальше работать в мясной гастрономии. По сути, я спросила себя еще и вот о чем. Разве не было бы логичнее, если бы я, согласно своим убеждениям, работала в веганском ресторане. Но я хочу на что-то повлиять, сохранить контакт с гастрономами и с теми, кто составляет меню и может сделать так, чтобы в мясном меню были и веганские блюда. Однако мясные блюда у нас все еще пользуются большей популярностью. За последние годы в Германии было произведено 8,2 миллионов тонн мяса, больше, чем когда-либо, и оно дешевле, чем когда-либо. Упаковка куриных окорочков стоит 2,29 евро, и это меньше, чем стоимость поездки в берлинском транспорте. В биомаркете цены выше, но Фелисия и Отто, как и все веганы, равнодушны и к биомясу тоже, поскольку они не приемлют убийство животных в принципе. К тому же, если подумать о пище и воде, которая требуется для производства мяса, то ими можно было бы накормить и напоить энное количество людей на земле. Выход один. Питаться растительной пищей непосредственно, не пропуская ее через корову. Для здорового веганского питания на грамотно разделенных полках биомаркета есть самые разные бобовые, а также тофу в ассортименте молоко из сои, овса или риса и многое другое. Сегодня Отто хочет угостить брата веганской шаурмой. Для этого он покупает сейтан. Он состоит из пшеницы и соевых бобов, и вкус у него очень даже ничего. Фелисия тоже ходит по магазинам. Для девушек обуви много не бывает. Отличное место для этого – овезу. Эти модели обуви содержат всевозможные переработанные материалы неживотного происхождения, от конопли до современного искусственного материала полиуретана. Они сделаны из водоотталкивающего дышащего материала. Благодаря прогрессу эти изделия на сегодняшний день по свойствам ни в чем не уступают кожаным. Если я не покупаю обувь с содержанием кожи, значит я не поддерживаю спрос на нее. Если это станут делать все, то производство такой обуви просто будет невыгодным. Тем самым я поддержу другое производство, которое считаю более достойным. У него и условия труда лучше, и животные не страдают. То есть в силу моих убеждений это для меня закономерно. Отто пригласил на ужин своего брата Курта. Шаурма скоро будет готова. Курт тоже стал веганом. Нарезая сейтан, Отто снова невольно думает о животном. Что у нас у всех общего? Определенно то, что мы все испытываем боль, страдания, радость и гнев. Я не могу обращаться с живым существом, у которого такие же чувства, как и у меня, иначе, чем хотел бы, чтобы обращались бы со мной. Про людей обычно говорят, что с ними обращаются по-зверски. Если они попали в худшую ситуацию в своей жизни. На это я могу возразить, звери тоже не хотят зверского отношения к себе. Курт тоже не скучает по мясу и зрит сразу в горе не веганства. Мне кажется, что нужно просто захотеть. Человек либо хочет жить по вегану, либо не хочет. Я вот хочу, поэтому и не скучаю по мясу. Приятного аппетита.